я такого прикола не видел никогда здрасте а подскажите пожалуйста вы отношения к пиццерии астория имеете какое-то давно мы дно не пробивали и дно пробито в новый раз инфа для вас чтоб просто знали производитель пидар здорово народ канал пока шеварим обзор еще воскресенье да как без этого то в прошлый раз у нас были корейские блюда и я вначале говорил типа вот я такой классный сейчас чем новое для вас сделаю обзорчик а то пицца ролл надоели но сегодня опять пицца как без пицца то ребята пиццерия астория мне про нее писали несколько людей у нас ведется список вывод все что пишете вы не думаете что я просто игнорю нет комменты читаем и выписываем ваши предложения и по возможности делаем обзорчики потом если к нам доставляют а пиццерия астория к нам доставляет мы заказали находятся они правда ну не то чтобы далеко я где-то смотрел а вот где точно не помню но помню что не рядом в 9 47 позвонили заказ я сделал вообще в 9 то есть они работают аж вот до 10 начинают и сказали что за полтора часа 40 минут привезут посмотрим как они справятся а пока у меня для вас отличные новости чизкейк точка ру опять опять радости опять кайфулечки и промокод правда другой промокод у нас сегодня покашеварим 3 то бишь чё это не оценка это не оценка удовлетворительно это 3 это март это март так вот в марте по промокоду покашеварим 3 вы будете получать в подарок ага малиновые тарталетки думаете нифига поменяли немножко для разнообразия чтобы вам было интересно и вкусно в подарок на этот раз у нас будет идти чизкейк нью-йорк целый вот такой чизкейк еще до 14 апреля и скидочка еще 40 процентов будет а после 14 апреля скидочка останется а подарочки закончатся никуда не денутся я вас знаю это все при заказе от 1990 рублей если вы закажете на 2490 и больше то вы автоматом принимаете участие еще и в розыгрыше iphone xs gold ссылочки на чизкейк точка ру и на страничку конкурса в описании к видео участвуйте выигрывайте удачи вам и конечно же кушайте вкусные десерты чизкейк точка ру астория у ю 51 градус довольно тепло это кольцо не кольцо не всегда лучше остальных пит сохраняет температуру 50 градусов 4 сыра я уже вижу что нам есть о чем поговорить в этой пиццерии блин еще 47 градусов но по температуре в принципе они справились а из номер один эко пекарня вот смотрите я еще заказал пирог и почему-то под другим брендом привезли 53 градуса в принципе все ок нам еще привезли отдельный пакет ну тут видимо все что не пицца а все что не пицца это цезарь и шашлык насколько я помню а нет это карба карбонара вот в таком виде астория вы приколисты вот в таком виде макароны мне привезли 41 градус блин но это сильно суши но это очень сильно типа кушайте не поперхнитесь товарищ покашеварим салат цезарь и здесь что-то еще а еще один салат абсолютно с таким же соусом смотри здесь и здесь одинаковый соус судя по цвету это печенес и шашлык ну шашлык в таком виде я еще приемлю но макароны что-то как-то странно 39 градусов шашлык немного подостывший уже но честно говоря все как-то так вот типа очень как небрежненько не особо вам не заботились я не знаю как к этому относиться то есть макароны фольге с стран при всем моем уважении к фольге и к макаронам естественно то есть ну как-то ладно давайте это как бы оставим в стороне да и может быть давайте с них и начнем раз уж зашла такая тема у меня кстати еще возмущение к истории вот мы заказали на 4200 или 300 рублей и потом уже мы когда нам привезли я полез на сайт и посмотрел в раздел акций наверно всегда надо лазить раздел акций закажи на сайте на полторы тысячи рублей получи пиццу 33 см маргарита в подарок для этого надо сообщить оператору код 1540 ну и я не могу понять почему по умолчанию не делать подарок если ты заказал больше полу почему я должен залезть в акции какой-то промо код назвать ваш оператор не знает про то что есть акция у вас на сайте или что то есть как так происходит что я вот так вот обламываюсь дней я не к тому что я очень хотел вашу маргариту я у меня и так достаточно еды но просто это странно тем более заказал я два раза по полторы заказал даже наверное почти три я не знаю сколько сдачи кстати курьер дал сдачи курьер дал и привез он по факту за 1.50 от момента подтверждения заказа чуть дольше чем обещали ну тем не менее окей как факт в общем ладно немножко странная пока у меня ощущение ну давай пробовать начнем все-таки как я искал с карбонары паста карбонара спагетти сливочный соус специи копчености пармезан специи спагетти сливочный соус специи копчености пармезан специи дважды специи запятых нет казнить нельзя помиловать в общем вот такой такая карбонара в истории 342 рубля стоит граммов 310 должно это все чудо быть давай прям так вот вот так вот и вот также не брезно 280 а должно быть 310 10 процентов недовес ах и не пойдет не пойдет астория а вы думаете мне есть чем кушать да и потом есть чем вытирать рот нет салфетка нет никаких тебе вилочек никаких ложечек вот она карбонара это просто паста дай бог барила может быть какие щебекинские это просто какая-то ветчина ну может быть да может быть и так можно назвать беконом потому что тут есть жирок и и все оливковое масло какие-то немножко сливок ну то есть соуса нет вообще практически вы видите да ну давай я ладно я подниму эти макароны возможно он там сплыл куда-то вниз но нету просто тупо нету астория спасибо конечно за то что вы мне за 342 рубля продали неплохо стать сваренные макарошки с небольшим количеством бекончика поджаренного без какого-либо соуса естественно там никаким пармезаном не пахнет не знаю что там за пармезан у них то есть просто макароны просто немного яично сливочного соуса и просто бекон все-таки ветчина бекон не знаю ну то есть тут скорее ветчина обычная ветчина типа папа может паста карбонара вот смотрю на их картинку у них там мясо навалено дай бог там еще помидорки лежат ничего себе вилка даже и железная вот а у меня никакой нет смысле они мне не дали в общем чё сказать но это не паста карбонара это какая-то просто неудачная пародия есть удачный пародий неудачный правил этот неудачная пародия никогда бы не стал заказывать просто полный отстой и причем судя вот по этому цвету я не знаю дим может кто знает почему так темнеет фольга мне кажется это все пытались микроволновки поподогревать или чё почему почему она вот такая черная она везде черная даже вот здесь вот в общем ладно окей возможно это просто от температуры фольга так темнеет но я что-то раньше я раньше такого за за фольгой не замечал шиняга ваши макароны с ветчиной карбонара ну окей давай посмотрим пиццу 4 сыра возможно она нас удивит знаете сколько стоит у них пицца цены на самом деле у них но суши мне кажется даже дороже чем папа джонс вот смотри у них есть большая 38 см 4 сыра стоит 1150 рублей и 33 сантиметра 890 рублей стоит 4 сыра вот это 4 сыра и вот здесь картиночка с их сайта дима вот место оставь чтобы картиночку вставить да на их сайте видно что 4 сыра она выглядит круто там классные бортики там явно классное тесто и что это это 4 сыра знаешь типа квадро формаджи от мысли в пятерочке при всем уважении кстати к этой замороженной пиццы но это это ну я не знаю как к этому относиться то есть это тесто тесто абсолютно убогая бабушкина такое тесто при всей моей любви к бабушкам как бы квадро формаджи так пицца соус сыром моцарелла сыр дорблю чеддер и сыр пармезан вот опять они тут что-то про пармезан говорят ладненько ну давай попробуем я вот чувствую знакомый очень фотография вот эта фотка 4 сыра это старая фотография 4 сыра папа джонс потому что даже на фотографии блин нет ну астория вы конечно классный но на фотке на фотке нет а нет ладно есть красный соус хотел сказать нет красного соуса но если сравнить с фотографией конечно это вообще две разные абсолютно пиццы я не знаю есть один очень классный показатель для меня хорошая пицца вот есть пиццы которые положил в холодильник утром разогрел и она нормальная она съедобная вкусная то есть она еще даже не сказать что сухая а есть пиццы от астории ну то есть она даже только что привезенная окей она во первых приехала не очень горячая во вторых естественно чуть подостыла пока вот тут мы болтаем она уже не не вкусная понимаешь хотя вот пергамент ноунейм коробочка ну блин да видно по тесту ну понимаешь тут не надо ничего рассуждать тут видно по тесту что это это пицца которая может называться лепешкой но никак не не пиццей не сочно не вкусно не гармонично тесто резиновое тесто высохшее это просто вот блин катастрофически все минусы собрались вот в этой пицце 4 сыра отвратительно сделано короче жесть мне даже ну окей это 4 сыра там как бы надо мочь надо чтобы вот пацаны вообще ребята были чтобы делать вкусную пиццу пока себе могут позволить такую пиццу делает папа джонс додо ну и какие-то не вот типа корнели пицца то что у меня в районе есть еще кто-то вкусно делал 4 сыра кто еще короче ну ладно давай пауза на шашлык свиной пахнет кстати замаринованным шашлык из свиной шейки вот так вот соберем в кулечек ну вот он вот шашлык пожалуйста 417 рублей стоит 179 граммов а должен 250 должен ли здесь быть гарнир на сайте не написано хотя я предполагаю что возможно вот эти нарезанные огурцы с помидорами возможно они и есть гарнир но на сайте не написано поэтому мы как бы не можем сделать вывод к чему эти помидоры возможно это просто подарок 417 рублей да вот внутри лучок вот он гарнир так что тот тот гарнир вообще непонятен к ну не знаю шея не шея ну вот такие давай давай я хочу просто найти реально самый самый мягкий кусочек самыми во мягкий кусочек какой-то попался а вот это вообще не проколешь и ну давай давай мягкий попробуем дадим шанс мягким куском такой кисловатый запах я не думаю что это наверное испорченное мясо просто скорее всего не добавляет наверное уксус ну классический советский маринад заблюр этот момент слушайте но просто дрянь вообще такая дрянь но ну как как можно мне говорят там я неуважительно к еде отношусь я хорошей еде очень уважительно отношусь и вообще крайне толерантный человек но это вообще не шашлык это это сухое нечто сухое остывшие нечто по ощущениям я могу ошибаться но это шашлык который был заморожен разморожен потом опять заморожен опять разморожены возможно прям замороженным виде пожарен потому что в нем вообще нет влаги вот понимаешь вот это ну типа типа вяленого мяса практически вот по ощущениям то есть он не имеет сочности просто дрянь кошмар история и несмотря на запах маринада вкуса маринада нет то есть у этого мяса практически нет никакого вкуса да как так то просто 0 ну ладно ну их блин у них еще большая пицца окей здесь она хотя бы выглядит наполненный знаешь сколько стоит эта пицца называется где она у меня а это пицца фермерская вот опять таки у них на сайте кстати некоторые пиццы можно выбрать просто диаметр а некоторые пиццы пожалуйста можно выбрать диаметр 33 43 и 33 33 40 и 33 сантиметра это специи понимаешь тесто можно выбрать тонкое пышная и супер тонкая я выбрал пышное и тесто можно выбрать хрустящее и мягко я выбрал пышные хрустящие мне было интересно как они это сделают так 650 рублей 33 сантиметра нет подожди это пицца не то наверное лита огурчики что фермерское 40 сантиметров хрустящее тесто пышная хрустящий тесто вот такой такой у нас набор был пышная хрустящее тесто, по мнению Astori, это то же самое, что было в 4 сыра, блин. Хрустящее это значит сухое. Хрустящее тесто это значит тупо сухое тесто. Вот, я даже взял где пышный бортик. Ну просто сухой, я не знаю, как к этому тесту относиться. Я уж не говорю про борта там, где поменьше теста. У них они же не могут ровный бортик сделать. Нет. 40 сантиметровая пицца стоит 800 рублей. Да, у нас в чеке. А чек нам, естественно, не дали. Нам дали исключительно товарную накладную. 800 рублей это стоит. И вот, ребята, пицца фермерская по версии Astori. Огурчики, колбаски охотничьи, но вот эти, знаете, пиколини, видимо, бекон. И все. И начинки, по факту, у нас вот досюда. То есть, здесь, в этой пицце, вот, практически половина этой пиццы, это просто сыр, сухое тесто и все. Реально, реально, вот здесь заканчивается, вот тут тупо заканчивается начинка. И огурцы тут не маринованные, тут соленые, блин, огурцы. Просто вот эти вот самые, самые дешманские, мягкие из пятерочки, блин. Есть хорошие, есть дешевые. Вот в таких банках пластиковых. Я не знаю, может покажем сейчас, если найдем в таких пластиковых банках бледные огурцы. Вот они. Ай, блин. Ну ладно, давай попробуем. Отвратное тесто. Если пицца плохое тесто, уже, ну, то есть, ничем не исправишь. Она, да ты понимаешь, вот, я не знаю, тот же Аллу пицца, они, в принципе, у них тесто тоже довольно простое. Ну, бабушкин, я его так называю. Но у них в целом как-то вкусно. У них, надо же перетестить, а ложки, а то они, по-моему, на первом месте, да, у нас? На первом. Вообще офигели, надо перетестить. Ну, это тесто, оно просто, блин, ну, оно сухомятка. Его есть невозможно. Я, давайте я не буду рассуждать про начинку. Вы, я думаю, что вы и так все видите и, наверное, понимаете мои эмоции. Это тупо лучше. Самсунг тупо лучше, вот. Ну, вы поняли. Кто смотрит, тот знает. Короче говоря, нет. Короче говоря, это, это, это не пицца. Это просто, я... Ну, слушай, ну, история реально существует давно. Это же пиццерия не только сейчас появилась. Вы мне комментарии про Асторию. Мне кажется, вот как только канал открылся, мне писали сразу уже, что надо на Асторию обзор снимать. Ну, окей, снимай. Я не помню, были ли позитивные, как бы, эмоции. Обычными люди советуют, типа, вон там, сделай обзор, там, такое дерьмо. Посоветуйте что-нибудь хорошее лучше мне. Хватит. Вот. Возможно, в таком контексте мне Асторию предлагали. Я уже не могу вспомнить, но это редкостная дрянь. Я понятия не имею, как надо вот хотеть зарабатывать денег, но при этом вообще ни капельки не попытаться научиться делать продукт. Но вот это не пицца. Я не знаю, как эта компания живет, когда по соседству есть, я не знаю, там, Папа Джонс, Фудбенд и всякие другие хорошие пиццерии. Там, Додо Пицца. Даже Доминос, блин. И даже Доминос и тот будет вкуснее. Ну, что это такое, блин? Астория, блядь. Мне не надо бренд. Я же не говорю вам, ребята, ой, у вас такие коробочки стрёмные. Вообще не важно. То есть, если я открываю эту белую обычную коробочку за 30 рублей, по-моему, она стоит, и тут лежит вот офигенная штука от какой-нибудь пиццерии, которую я люблю. Мне плевать. Но мне при этом же, от Папы Джонс приедет за эти же деньги, реально, за эти же деньги, и коробочка клевая. Открываешь и пицца мягкая, утром ее разогрела, она вкусная. И тут соус лежит, чесночники, тут перчик маринованный, блин. И вот это вот все. Кому это надо? То есть, как эти компании до сих пор живут, я не могу понять. Ай, блин. И эти ребята еще осмелились на кольцоне залупиться. Это кольцоне мясная, называется. Ветчина салями, пепперони острые грибы. Понятно. Она колбасная, а не мясная, если уж так быть откровенным. Но тут в кольцоне есть хотя бы шанс, что тесто не так высохло, блин. Вместе с начинкой. Ну смотри, что-то там наложено. Что они там заявляли? Ветчина, а вот она. Ого-го-го-го-го-го-го-го. Вот она. Вот эта штука, она у нас и была в карбонаре, по ходу дела. Папа может. Самая дешевая ветчина, я не знаю, что ли. Салями, пепперони, грибы. Окей, давай посмотрим. Да давай вообще я вскрою. Что мучиться, а? Давайте вскроем половину. Я все равно реально не знаю, буду я это есть, наверное, вряд ли. В поисках грибов, ребят. Салями, пепперони острые грибы. Давай грибы поищем. Масло, посмотри, из пепперони вытекло. Ну то есть пепперони они дали сок и вот это вот маслица. Ладно, окей. Слушай, да нормально выглядит начинка, то есть я не могу сказать, что тут что-то как-то мало там. Да нет, есть и сыр, и колбаса. Грибов нет, то есть опять-таки все, что заявлено, не все положено. Ну давайте скажу честно, если вы вообще мазохист, прям вообще мазохист и любите доставлять себе неприятности и будете заказывать в Астории после этого обзора, например, или вообще, в принципе, уже заказывали в Астории, то, пожалуй, кольцо не можно заказывать. А, кстати, острое, да. Действительно остренькое. Кольцо не можно заказывать по той простой причине, что форма этой пиццы не дает, не дает, не дает их духовке или вот пиццепечи, да, ее высушить в хлам, чтобы это было есть невозможно. Плоские пиццы это просто полный ноль. Кольцо не все-таки съедобное, да, я признаюсь, что кольцо не съедобное, у них причем разные есть начинки, но имейте в виду, что если у них есть начинка, а там что-то написано, не факт, что оно будет внутри. Мы это показали. Я еще откушу, а что нет? Вообще пойдет, кольцо не прям поставлю даже 4 балла, надо же. Удивил сам себя сейчас. Несмотря даже на все, что мы с вами видели. И ты знаешь, кстати, вот в этой кольцо не грибы и вообще бы как-то и не в тему были. То есть вот так нормально. Ладно, пойдет хоть что-то тут съедобное. Вот кольцо не я, пожалуй, даже может и доем сегодня. У меня все время не нравится, когда я заказываю что-нибудь в доставке. У меня рубашка порвалась, видел? Видели, видели? Да, это мы снимали, короче, ребят, на нас напали охранники, блин, порвали мне рубашку. Ну, это такая история, ладно, не важно. Короче, все время я что-нибудь заказываю и там, допустим, пьюсь в какой-нибудь бутылке. На Тахтаре там, я не знаю, там сок добрый. Все говорят, о, блин, весь обзор ради рекламы сока. Сегодня у нас рич, например. Каждый день, дай стаканчик, Дима, какой-нибудь, я попить хочу, не могу. А вот еще, кстати, вот, пока Дима стаканит, реклама еще боргеса будет. У меня здесь уксус винный и оливковое масло. Так, Самура, естественно. Вот Самура, значит, что у нас еще? Айфон, айфон восьмой. Весы Бауэр, Бауэр, и чашка из Икеи. Вот, подписывайтесь на канал, ссылки в описании. Фух, слушай, что-то островато, прям какая-то ядреная пеппероника такая. Сок прохладненький, пойдет. Приятный, 14 градусов. 14. Ну ладно, в общем, приколы с пиццами закончились. Маленький такой подытог, что пиццерия Астория должна лишиться имени пиццерии. Лепешковая с начинкой Астория, вот это будет в самый раз. Или кальционная. Кальционная не в смысле штанов, а в смысле пиццы. Еще как-то ничего. У них еще салаты есть. И как я и говорил, очень странная тема вот с этими соусами. К двум салатам положен один и тот же соус. И абсолютно одни и те же. Да блин, держись. Сухарики. Ну хотя, на самом деле, и там, и там написано соус Цезарь. И это салат Астория, это салат Цезарь. Салатный листик, куриной грудка, гренки, соус Цезарь. Здесь написано, курица, салат китайский, огурцы, болгарский перец, соус Цезарь. То есть, в принципе, это нормально, что тут один и тот же соус. Это, по мнению Астории, это и есть соус Цезарь. А вот он, легендарный пармезан. Который, видимо, добавляется вот там вот у них везде. Вот он, пармезан. Тут, кстати, есть граммы, и мы проверим. 250 граммов, но, видимо, с соусом и, видимо, с сухариками, да, и не добирает вообще. Даже минус где-то 10 грамм, 5,5. Минус 20 грамм, 210, а должен 250. Вот по факту. Ну, я не сомневаюсь, что Цезарь тоже 250 должен, но тут есть шанс. О! А, подожди, Астория набрала, а Цезарь не набрал. Вот такая тема. Так, ну ладно. Давай уже рассмотрим под микроскопом. Одна помидорка, порезанная на 4 части. Ну, это хорошая помидорка черри. Куриная грудка... Ну, я, ну я серьезно, вот, ну как это так вот? Куриная грудка на волокна, она крошится, она не ломается, она именно крошится. Как пармезан. У них грудка пармезан, по ходу дела. Ну, давай еще раз, вот смотри, ну реально. Что это такое? Это какой-то айсберг гребаный. Так, салат. Салатный лист. Салат, кстати, айсберг, это хорошо. Ну, в общем, вы поняли. Ладно. У нас есть еще соус. Как перемешать в этой плошечке вот этот соус, я не знаю. Давай попробуем отдельно его. Сука, киченес! Цезарь соус, цезарь киченес! Ха-ха-ха-ха! Блин! Я такого прикола не видел никогда. Нет, мне привозили отстойные соусы. Привозили плохие соусы. Ну, что, привезли соус, который называется цезарь. А он, сука, киченес, такого не был никогда. Астория, блин. Астория, красавчик. Вот серьезно, ну, блин. Давайте с вами лично познакомимся. На производство приедем, посмотрим, как вы готовите соус цезарь. Это просто великолепно. Это да. Слушай, ну, таких приколов я еще не видел. Тысяча островов, понимаешь? Они смешали майонез и кетчуп и назвали это соус цезарь. Как говорил великий Пучков, да? Тупое говно тупого говна. Тупое говно тупого говна. Вот эта история приблизительно про это. Я ем. Я ем сейчас цезарь. С киченезом. Блин. Пи***ц. Нет, ну, я могу вам рассказать еще что-то про куриную грудку, которая сухая. Вы и так это видели. Но мне кажется, тут вообще, ну, тут никаких слов не надо. Достаточно того, что мы поели цезарь с киченезом. Хотите еще фирменный салат Астория? Тоже с киченезом. А че нет? Нет, ну, а почему нет? Ну, если цезарь с киченезом, почему не может быть с этим соусом и другой салат? Да почему нет? Ребят, при всем уважении к киченезу, ну, это пипец. Это за гранью добра и зла, ребят, серьезно. Так, салат Астория. Кстати, нормальный. Вот опять это, папа может, ветчинка. Смотри, та же самая, что в кольцоне. Опять здесь уже, здесь они уже сами наломали куриную грудку. Видишь, они сами, как и я, видимо, вот так тюк-тюк-тюкали вилочкой, как я с цезарем. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Вот, и оно наломалось, видишь? Ну, смотри, нормальный салат, кстати. Вот сколько это салат? Вот цезарь 280 стоит, а это салат 230. Вообще нормально. Вот здесь, мне кажется, будет в тему. Не надо заигрывать с покупателями, не надо называть цезарем то, что вообще ни разу не цезарь. Назови куриный салат Тысяча Островов. Блин, у тебя его будут брать так же, как и цезарь, блин. Нет, надо называть цезарь. Во, смотри. Ну, у меня вот нет переживаний на тему продуктов. Нормально, дешевая, но нормальная какая-то ветчинка там. Я смотрю, болгарский перец, свеженький. Понимаешь, огурчики те же самые, правда, соленые вот эти вот. А может, не те же самые, хрен его знает. Давай попробуем. Ну, по практике могу сказать, что, в принципе, То есть, если у них есть соленые огурцы, которые где-то используются, Они же используются и в других блюдах, если они там есть. Поэтому огурцы те же, скорее всего. Вот эти сухари, мне кажется, они в прошлом веке с сухарями знают. Ну, это, возможно, я уже прикапываюсь. Немножко преувеличиваю какие-то вещи. Но, да, сухарики, которые очень царапают небо. Окей. Это сухарики, они должны быть такими. Ну, давай я попробую, ладно, маленько успокоиться. Что по поводу этого салата. В принципе, этот салат имеет право на существование. Он довольно понятный. Там ингредиенты все такие, которые... Да что, мы не любим с вами, что ли, ветчинку? Что там, курочку не любим? Она соусом, кстати, не такая сухая. Вот. Огурчики, все это нормально, более-менее сочетается. Но единственное, что вот здесь объективно не подходит просто киченес. То есть, здесь подошел бы просто тупо обычный мазик. Он бы гораздо лучше зашел к этому салату, чем вот этот соус... Ц... 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 Я не могу выговорить. Цезарь, ладно, соус Цезарь. Но с мазиком был бы вкусней. Великолепный обзор. А у нас есть еще и натуральный продукт. Серпохожский вал. Короче говоря. Пирог осетинской. Айс номер один. Эко-пекарня, бляха. Вот все, что эко меня всегда пугает. Слушай, это они же, блин. Да, запомнили, запомнили этот бренд. С картофелем и сыром. Вот опять-таки, да, вот эта тема с осетинскими пирогами... Во многих я замечал, что у них нет... Просто я люблю, например, осетинский пирог тупо с сыром. Вот, мне нравится пирог с сыром. Вот, а везде там картофель, сыр, я не знаю, яйца, сыр, еще что-то. То есть пытаются они вот это все как-то располовинить с каким-то более дешевым продуктом. Это странно. Подожди, что, реально тысячу стоит? Я не верю. Я не верю, что пирог может стоить тысячу. Осетинский, 600 рублей он стоит. Это не тысяча, это килограмм. Можно 600, килограмм и кило двести. Короче, стоит 600 рублей. Вот, вот это нормально. Ну, посмотри, ну, блин, ну это другое совершенно. Осетинский пирог выглядит как осетинский пирог. Он классно выглядит. Слушай, ну вот это вкусно. Подожди, ради интереса, я сейчас позвоню, имеют ли они отношение к Астория какой-то? Или у них просто они заказывают, ну, типа, как на подряде. 93. Вас приветствует эко-фикарня номер один. Пирог вкусный. И дорогие, здравствуйте. А, здрасте. А подскажите, пожалуйста, а вы отношение к пиццерии Астория имеете какое-то? Да, конечно. А, вы связаны, да? У вас просто нам привезли пирог от вас. Пирог вкусный, а пицца не понравилась. Вот даже интересно стало. А пироги у вас вкусные. Мы просто узнать хотели у вас. Они у вас по дороге заказали или сами, или вы связаны? Нет, Астория, Лана и вкуснее.ру это все нашло. А, да? Ну все. А вы в одном месте готовите или нет? Да. В одном месте, да? Да. Вы скажите, пожалуйста, какая пицца была? Потому что вот мне очень интересно. Ну, у нас что-то немножко 4 сыра, мясная вообще не понравилась. Ни тесто, ни начинка. А вот пирог понравился, как вы сделали. Поэтому мы настолько любопытны, что полезли изучать этот вопрос. 4 сыра и мясная. Доставочка куда была? Доставку делали, да, да, да. И шашлык у вас невкусный. Ну, это ладно, это второстепенно. Я просто хотел узнать насчет осетинских пирогов. То есть вы в одном месте все это делаете, да? Да. И настолько разные люди, видимо, это делают? Одинаковые. Одни и те же. Одни и те же люди делают, но так по-разному надо же. Да. Ясненько. Ну ладно, спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Удивительно, удивительно. То есть вот эту пиццу делают одни и те же люди. И пиццу, и вот этот пирог, и пирог вкусный. То есть он влажный, и вот это тесто подходит к этому пирогу. А пицца дрянь. По факту, из того, что мы сегодня поели, съедобным остается, пожалуй, только один продукт. Это пицца кальцони. Это пицца кальцони. Нет, два продукта. И сок. Ну и осетинский пирог. То есть осетинские пироги, они нормально делают. Все. Ну и, пожалуй, последний салатик может быть. Самое несъедобное из сегодняшнего обзора практически все. Но, наверное, больше всего меня поразило это шашлык. Шашлык из свиной шейки. Это просто за грани, друзья мои. Это чуть хуже, чем дерьмо. Серьезно. Вот. И пицца 4 сыра никуда. Карбонара никуда. Пицца фермерская никуда. Короче, это доставка, которая... Ну, серьезно. Это на уровне вот наших куринок, тупых вечеринок. Вот это все, что там. Это вот туда же относятся. Это то, где нельзя заказывать. То, что я не могу советовать. И... Короче, полное дно. Астория. Извините, без обид, но вы полное дно. Такую еду делать это за гранью. Все. Выставляем оценки. Хотел попрощаться. Еще же оценки надо поставить. Даже интересно. Сколько они получат? 35. Балов. Ну, возможно, я эмоционален. Может быть, я выставил оценки. Немножко из-за того, что меня довольно сильно бомбило тут от всякого. Но нет, 35 баллов. Да пошли нафиг, Астория. Да класть киченес в цезарь. И делать лепешку с сыром. И называть это пицца 4 сыра. Идите нафиг. Я вас не прощу за это, даже из-за... Потому что у вас пирог осетинский весьма съедобен. И нормальный сок рич, кстати. Спасибо за это. Цена 2. Я поставил 2. Цена как в Папа Джонс приблизительно. Да какого хрена? Я в Папа Джонс плачу и знаю, что получаю по итогу. И то не всегда. Стабильно. Папа Джонс, давай, блин, без косяков. Я вас все время как бы хвалю. А иногда косячите, я знаю, в некоторых филиалах. Цена, короче, 2. Пошли нафиг. Кус качества? Да я один ставлю. Я говорю, из-за того, что у них съедобная кольцовня и съедобная, пожалуй, даже вкусная осетинский пирог. Я бы... Я не хочу ставить высшую оценку. Соответствие единицы. Везде недовесы, везде что-то не хватает. Сервис единицы. Где мои... Где, зараза, мои салфетки? Где... Чем мне есть вообще? Чем мне утираться? Единица. Скорость 4. Ладно. Нормально. Привезли как бы чуть дольше, чем обещали. Но, тем не менее... Тем не менее, как бы привезли все равно. Ну, в пределах двух часов. Окей, простим. Температура тоже 4. Надо признать, что более-менее тепленькое все приехало. И лайк от меня. Рекомендация лично от меня. Да какой там нахрен рекомендация? У меня есть рекомендации. Ребята, в Астории никогда не заказывайте пиццу. Никогда. Про салат, я надеюсь, тоже объяснять не надо. Салат в Астории заказывать не надо. Ровно так же, как и пиццу. Шашлык. Поняли, да? Осетинские пироги и сок, окей, заказывайте. Короче, жуть. Я не знаю, то есть, вот... И вот эти компании, они, то есть, нормально. Они на Серпуховском вале находятся. Понимаешь, центр, блин, там, садовая, да? И нормально. И люди едят в центре. Нет, я лучше буду в спальном районе, ну, Папа Джонс и Додо пиццу кушать. Серьезно. Астория, вы превзошли мои ожидания. Я, то есть, я всякого ожидал, но не киченес. Фу, блин, елки-палки. Ладно, хорошо, что у меня там десертики от чизкейк-кру лежат. Хоть что-то хорошее сегодня в моей жизни. И в вашей, кстати, тоже. Не забывайте про промо-код и все условия в описании. Переходите, десерты заказывайте. Гораздо лучше, чем пицца от Астории. Всем спасибо. До скорых встреч, пока. Ты шашлык хочешь? Не хочешь шашлык? Офигенный же шашлык. Лапочка, а не шашлык. Как они так продукты просто? Как так можно готовить? Да, блин, если бы они сделали, Цезарь просто смази...